Святитель Иоанн Шанхайский Во время битвы с велистимлянами, один амаликитянин побежал известить о том Давида Ганимова в то время Саулом. Предполагая, что Давид будет весьма рад принесенной вести, он решил выдать себя за убийцу Саула, чтобы тем еще больше увеличить ожидаемую награду. Однако, выслушав придуманный амаликитянином рассказ о том, как он по просьбе раненого Саула умертвил его, Давид схватил одежды свои и разодрал их. Так же сделали и все люди, бывшие с ним. Они рыдали и плакали, и постились до вечера. И рече Давид отроку, возвестившему ему, откуда ты, Иси? И рече, сын мужа, пришельца, амаликитянина, есть масс. И рече ему Давид, как он не убоялся, Иси, воздвигнуть руку твою, погубите Христа, помазанника Господня. И призва Давид единого от отрок своих, и рече, иди, уби его, и уби его, и умри. И рече ему Давид, кровь твоя на главе твоей, яко уста твоя на тебя возвещаше глаголюще, яко ас уби Христа. Так был казнен иноплеменник, выдававший себя за убийцу Саула. Он подвергся жестокой казни, хотя Саул сделал много зла, за которое отступился от него Господь, и он явился гонителем невинного Давида. Из слов Давида видно, что он сомневался в правдивости рассказа о маликитянина, и не был уверен, что тот именно является убийцей Саула. Однако он предал его смерти, считая достойным смерти даже одно название себя царе-убийцей, и похвальбу своим поступкам. Во сколько же раз тяжелее и греховнее убийство православного помазанника Божия, во сколько раз большая кара должна лежать на убийцах царя Николая II и его семьи? Противоположной Саулу, отступившему от Бога, и зато оставленному им, царь Николай II является образцом благочестия и полной преданности воле Божией. Восприяв не ветхозаветное возлияние Илья на главу, а благодатную печать дара Духа Святаго в Таинстве Миропомазания, император Николай II был до конца жизни верен своему высокому званию и сознавал свою ответственность перед Богом. Император Николай II в каждом поступке отдавал отчет перед своей совестью, вечно ходил пред Господом Богом. Благочестивейший во дни своего земного благополучия не по имени только, а и самым делом, он во дни своих испытаний проявил терпение, подобное терпению праведного Иова. На такого-то царя поднялись руки преступников, и причем уже тогда, когда он от перенесенных им испытаний очистился, как злато в горниле, и был невинным страдальцем в полном смысле того слова. Преступления против царя Николая II еще тем страшнее и греховнее, что вместе с ним убита вся его семья, ни в чем не повинные дети. Такие преступления не остаются безнаказанными, они вопьют к небу и низводят Божий гнев на землю. Если подвергся смерти иноплеменник, мнимый убийца Саула за убийство беззащитного царя-страдальца и его семьи, страдает ныне весь русский народ, допустивший страшное злодеяние и безмолвствовавший, когда царя подвергли унижению и лишению свободы. Глубокое сознание греховности содеянного и покаяния перед памятью царя-мученика требуется от нас Божией правдой. Память невинных князей, святых Бориса и Глеба пробуждала совесть русских людей во время удельных смут и устыжала князей, начинавших раздоры. Кровь святого великого князя Игоря произвела душевный переворот в душах киевлян и объединила Киев и Чернигов почитанием убиенного святого князя. Святой Андрей Боголюбский своей кровью осветил единодержавие Руси, утвердившееся уже значительно позже его мученической кончины. Всероссийское почитание святого Михаила Тверского исцелило раны на теле России, причиненные борьбой Москвы и Твери. Прославление святого царевича Дмитрия прояснило сознание русских людей, вдохнуло в них нравственные силы и после тяжких потрясений привело к возрождению России. Царь-мученик Николай II со своим многострадальным семейством входит ныне в лик тех страстотерпцев. Величайшее преступление, совершенное в отношении его, должно быть заглажено горячим почитанием его и прославлением его подвига. Пред униженным, оклеветанным и умученным должна склониться Русь, как некогда склонились киевляне перед умученным ими преподобным князем Игорем, как владимирцы и суздальцы перед убитым великим князем Андреем Боголюбским. Тогда царь-страстотерпец возымеет дерзновение к Богу и молитва его спасет русскую землю от переносимых ей бедствий. Тогда царь-мученик и его сострадальцы станут новыми небесными защитниками Святой Руси. Невинно пролитая кровь возродит Россию и осенит ее новой славой. Субтитры создавал DimaTorzok